Сейчас я вам расскажу о том, как правильно хранить норковую шубу, как за ней ухаживать, как ее хранить. Расцветки норковых шуб могут быть разные, как светлые, так и темные. По носкости они примерно будут носиться одинаково, что черная шуба, что светлая. Самая главная, скажем так, осторожность, которой нужно придерживаться при использовании шубы в светлых расцветках, это не носить ее в дождик. Это может быть мокрый снег, дождик, моросит. В это время лучше светлые шубы не носить, ну, соответственно, так же, как и темные. Мех не очень любит воду. Вот, даже если вы попали в дождик, если вы даже попали в дождь, в мокрый снег, вы можете прийти домой, встряхнуть хорошенько эту шубу и повесить на вешалку. Повесить на вешалку, ну, вот, как пример, вот показываю. Вот, пришли домой, встряхнули шубку вот так, хорошенько ее встряхнули и повесили, чтобы шуба не прикасалась ни к чему, просто висела. Не нужно сушить на батареях, на солнечных лучах, то есть шуба тоже яркие, прямые лучи солнца не очень любят. Просто повесили, и шуба высохнет, и ничего и не будет. Мех это естественное происхождение, материал, норка естественный, так что ей ничего от влаги не будет. Просто встряхнули, повесить и все. В чехлах не хранить, чтобы в шкафах циркулировал воздух. Это проноскость шуб. По поводу того, как хранить. Многие рекомендуют хранить, и об этом много рассказывается, в чехлах для шуб. Класть разные таблетки, антимоли и прочее. Но на самом деле, крайне не советую хранить в чехлах шубу. Объясню почему. Вот смотрите, шуба, например, висит в шкафу у вас вот так. Вот мех, он расправленный, пышненький, хороший. А если вы поместите его в чехол, мех вот здесь на плечах, вот здесь он сожмется и будет прям такими полосками. Потому что мех дышать не будет, и шкура будет пересыхать. Не дай бог, если она еще влажная будет, вы в мешок уберете. Будет пересыхать и будет такой, так греметь будет, шелестеть, как лист бумажный. То есть шубу ни в коем случае в чехлах не храните. Мех должен быть вот так расправлен, не прикасаться ни к чему в темном месте. Шкаф должен немножко пропускать воздух. Ну и вы его открываете, закрываете. Хотя бы там три раза в неделю достаточно. Два раза в неделю там что-то вешаете, что-то берете. То есть это не вакуумное, скажем так, помещение. То есть маленькое. Вот шубку повесили. То есть чехол ни в коем случае не используем. Шубу повесили. Вот она. Используем широкие вешалки. Вот. Вот у меня вот такая красивая вешалка. Не у каждого она есть, но это не самое главное. Самое главное, чтобы плечи были широкие. И вот так просто повесили в шкаф. Все. Шубка дышит, не прижимается. Вот так шубы хранятся. По поводу моли не переживайте. В шубах моли никогда не было. К тому же сейчас шубы уже проходят перед тем, как в продажу поступить антимольную обработку. Моли их не ест. Вот. То есть не нужно ни лаванду, потому что у некоторых шубы лавандой пахнут. Это не нужно. Если у вас моли нет, она никогда и не заведется. Шубы все обработаны уже. Вот. То есть носим что белую шубу, что темную одинаково. Ну, в среднем сколько? Ну, 5 лет. Ну, 7 лет вы будете носить. В светлой шубе ничего не будет. Не будете носить в дождик, прослужит она вам и 10 лет. Вот. Храните на широких плечиках шубу без чехла. Все. Вот и все секреты. Ждем вас на примерку. Ждем вас за шубами в Меховой на Тверской. Если вопросы какие-то есть по хранению, пожалуйста, пишите, приходите. Подскажу, расскажу. Рекомендуйте нас знакомым вам и близким людям. До встречи. Продолжение следует. Продолжение следует...